И здесь же, в Шанхае, произошла его последняя встреча с Фёдором Шаляпиным. А у местных благотворителей разыгрался аппетит. Однажды к Фёдору Ивановичу пришла целая делегация с просьбой дать бесплатный концерт, а весь сбор от концерта отдать им. Шаляпин отказал. И вот тут началось. Все верноподданные газеты, которые расстилали свои простыни у его ног, подняли невообразимую ругань, целые ушаты помоев выливались на его сидеющую голову. Около театра прохожим раздавали летучки с заголовками «Русские люди». Шаляпин – брак эмиграции. Байкотируйте Шаляпина. Ни одного человека на его концерт. Ни цента Шаляпина. Не знаю, читал ли эти летучки Фёдор Иванович, но на следующий день он уехал. Вот так вымазал дёгтем его подножье русский Шанхай. За день до его отъезда я сидел у него в коте и отеле. Была ранняя весна, окна были открыты. Фёдор Иванович был болен, он хрипло кашлял и кутал горло в тёплый шерстяной шарф. Своим обликом позой он напоминал умирающего льва. И вот как-то предчувствуя, что я больше его никогда не увижу, я опустился перед его креслом и поцеловал его руку. Фёдор Иванович